Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа «7 минут». Необходимость содержания преступников в состоянии изоляции от общества возникла с появлением самого государства. Для Рязанского края это относится к VI веку, когда в 1095 году на берегах Аки возникло Мурма-Рязанское княжество. Первые достоверно известные места заключения в городе Рязани находились непосредственно на территории Кремля и были созданы в 1787 году. Представляли они собой смирительные и работные дома. Они размещались за московской заставой. А много позже фактически перестройкой Рязани всерьез занялся губернский архитектор Александр Биндеман. Он автор многих проектов, но самым известным стал, пожалуй, следственный изолятор номер один. Алексей Николаевич, история Вашего СИЗО достаточно интересная. Напомните тем, кто не знает ее. Известно, что фундамент был заложен еще в период правления Александра I, а завершено строительство уже в 1824 году, в период правления Николая I. Автором проекта стал известный российский архитектор Александр Евгеньевич Биндеман, который в начале 19 века перестраивал фактически всю Рязань. Планировка здания была достаточно типичная для губернских тюрем того времени, однако зубчатые башенки, имеющиеся на углах этого здания, стали достаточно оригинальным решением для, скажем так, архитектуры того времени. То есть больше подобных вещей у нас нет рядом? Ну, можно аналогии провести по известным таким следственным изоляторам, как Бутырская тюрьма. Также там использовались зубчатые башни при строительстве. Ну, достаточно оно имеет интересный внешний вид, ну, и достаточно характерный облик. А вы бережете внутри вот этот облик? Все-таки там интересно, там есть какие-то углубления, необычные камеры полукруга, насколько я понимаю? Да, в полном объеме. В настоящее время проводился достаточно большой ремонт, и в ходе него старались максимально сохранить те архитектурные решения, которые были изначально. Все-таки, если говорить об изменениях, то они произошли в последнее время в любом случае? Ну, начиная с 2009 года по настоящее время проведена достаточно и проведена, и проводится достаточно большая работа по приведению условий содержания в соответствии с современными требованиями. Так, отремонтированы в полном объеме все камерные помещения режимного корпуса, произведена замена всех коммунальных сетей, системы отопления, холодного водоснабжения, оборудована современная принудительная приточно-вытяжная вентиляция всех камерных помещений режимного корпуса. Во всех камерах установлен современный инвентарь, установлены новые кровати, лавки, столы, шкафы для хранения продуктов питания, шкафы для хранения гигиенических принадлежностей. Также произведена полная замена сантехнического оборудования на новое, исполненное в антивандальном исполнении. Это интересное такое дополнение. Это как? Это металлические. Может, по аналогии, как в вагонах поездов, санузлы, примерно что-то похоже на это. Что-то о контингенте. Все-таки можно сказать, насколько сложно сейчас работает, насколько готов ваш персонал, в частности, о технических средствах, которые вам помогают? В настоящее время в учреждении произведено полное переоборудование системы видеонаблюдения. Во всех камерных помещениях установлены камеры видеонаблюдения, также камеры видеонаблюдения установлены во всех коридорах режимного корпуса, во всех служебных помещениях. Создан центральный пост видеонаблюдения, на который выведено изображение со всех камер. Многие ваши коллеги говорят, что сложнее всего с женским контингентом. Не знаешь, чего ждать. Это действительно так? И насколько много женщин сейчас там? Ну, в настоящее время женщин, как это достаточно оценочный континг, много-немного. Я считаю, что много. Чем меньше, тем лучше. В последнее время увеличилось количество женщин, которые совершают преступления тяжкие. Очень много женщин, которые привлекаются к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. У вас ведь содержатся в том числе несовершеннолетние, правильно? Есть какая-то особая работа, связанная с ними? В первую очередь для них созданы улучшенные материально-бытовые условия. Так они преимущественно содержатся на отдельном посту режимного корпуса. Камеры, где содержится указанная категория лиц, оборудованные одноярусными кроватями. Как правило, телевизоры имеются в камерах, холодильники. В летнее время дополнительно выдаются бытовые вентиляторы. Также указанные камеры, оборудованные горячим водоснабжением. Что касается непосредственно несовершеннолетних, то учитывая подростковый возраст, они требуют значительно большего внимания со стороны сотрудников учреждения. И учитывая это, работа с ними начинается фактически с первого дня их водворения под стражу. Да, несмотря на то, что условия значительно за последнее время улучшились, однако это не снимает вопроса достаточно строгой изоляции лиц, которые в настоящее время содержатся под стражей от общества, от родных, от близких, от детей. Поэтому мало найдется, очень мало тех, кто благоприятно воспринимает само решение о водворении его под стражу. Как бы не были хороши условия, все в заключении. Да, это действительно является достаточно строгой изоляцией от общества. Я считаю, что ваши сотрудники достаточно открыты для людей. Понятно, что это не экскурсия, но тем не менее вы проводите какую-то профилактическую работу, может быть, в том числе с подростками. Как проходит она? На протяжении последних лет достаточно активно проводится работа по организации посещения следственного изолятора несовершеннолетними учащимися различных учебных заведений города Рязани. В ходе таких экскурсий несовершеннолетним показываются, как правило, комнаты проведения краткосрочных свиданий, комнаты проведения длительных свиданий, общежития отряда по хозяйственному обслуживанию. Есть у вас сотрудники, которые всю жизнь отдают служение вот такому делу? Да, безусловно. К сожалению, в последнее время достаточно мало уже осталось ветеранов, но продолжают работать. У нас с действующим законодательством ограничен предельный возраст, в течение которого можно проходить службу, скажем так, в погонах. Но многие сотрудники даже по достижении предельного возраста обращаются с просьбой трудоустроить их на достаточно небольшие зарплаты вольноемными сотрудниками, так как уже привыкли к сложившемуся коллективу и не хотят искать какое-то другое место работы службы. Вместе с тем, по моему мнению, в последнее время достаточно мало внимания уделялось тем условиям, в которых несут службу сотрудники учреждения. В связи с этим в настоящее время начат ремонт дежурной части учреждения, оборудовано отдельное помещение для приема пищи сотрудниками, входящих в состав дежурных смен. Также в следующем году планируем мы приступить к капитальному ремонту служебных кабинетов в административном здании, так как условия работы оставляют желать много лучшего. Также в настоящее время начали оборудование отдельного помещения для проживания осужденными пользующимися правом передвижения без конвоя, где будет в полном объеме обеспечены они всеми необходимыми помещениями спальным, помещением для приема пищи, душевой, санузлом. Также в будущем году планируем начать работу по расширению площадей комнаты длительных свиданий. Вот, кстати, сейчас очень модно, в принципе, любая помощь и волонтерство у вас такое практикуется. Может быть, у вас тоже есть помощники, которых за кем-то где-то приглядывают, к примеру? С несовершеннолетними достаточно большую работу проводят представители комплексного центра социальной работы с населением, семья, которые много внимания уделяют несовершеннолетним, занимаются с ними в различных кружках, ну, оказывают очень большую помощь сотрудникам в организации досуга несовершеннолетних. Хоть от сумы дать тюрьмы не зарекаются, а все же лучше знакомиться с историей и работой таких учреждений, как СИЗО, исключительно не имея к нему непосредственного отношения. Хотя по этим коридорам периодически ходят и политики, и писатели, и люди из народа. Это была программа «Семь минут». Оставайтесь с нами и до новой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин